Березовый сок пользы и вред натурального напитка. 15 апреля 2018 года весной сельские жители пьют березовый сок пользы и вред его известно издавна. Запретным сок считают аллергики, со страхом ждущие цветения дерева. Для всех остальных это вкусный витамин и подарок природы. Березовый сок сигнализирует о пробуждении природы после зимней спячки. Мощные корни возвращают наземные части полезные вещества из кладовой. Чем больше дерева, тем большее количество сока требуется для его пробуждения. По заимствуем у природы немного живительной влаги. Характеристика березового сока В весенней березовой роще в низинах лежит снег, а стоящие на открытом месте деревья уже начинают плакать. Если зимой некто сделал небрежный затись на дереве, с началом сокогона ранки выделяют капельки прозрачной сладковатой жидкости. Живительная влага несет бесценный коктейль «Питай дерево». Это время, когда собирают березовый сок. Поняли люди, что целебную жидкость можно пить, углубив ранку и собрав стекающую влагу. Березницу добывали, чтобы утолить жажду угостить деток после однообразной зимней еды. За две недели регулярного употребления сока люди ощущали прилив сил. Позже оказалась польза березового сока в мультисоставе и вреда от него нет никому. Однако понятие экологической безопасности касается березового сока. А в первую очередь, может ли быть целебная земля вдоль автомобильных трасс на промышленных площадках или в городе? Корни не выбирают грунт, питаются тем, что есть. В полосе 50 метров от оживленной трассы березовый сок пользу не принесет и вред от наличия свинца обеспечен. Выходит, целебный продукт можно взять только в чистой зоне. Забирая дары природы, мы ослабляем дерево. Рачительный сборщик возьмет понемногу сока от нескольких деревьев, замажет дупло, осушив слезы березки. Несомненная польза березового сока в составе В пересчете на литр калорийность 240 ккал, углеводы 58 г, жиры 0, белки 1 г, зола 5 мг. Микро- и макроэлементы присутствуют в жидкости в форме, готовой к усвоению. Диетический продукт безотходный, биохимический состав действует как лечебный и профилактический аппарат широкого спектра. Нет абсолютно здоровых людей. Чем полезен березовый сок, так это своей универсальностью. Его можно пить как профилактическое, витаминное, стимулирующее средство. Организм сам найдет применение ценному составу. Как лечиться березовым соком в народной медицине Трехразовый прием вкусного напитка в течение 2-3 недель назначают для очистки организма при заболеваниях сердечной и кровотворной системы ЖКТ, включая язвенные заболевания, артрите, подагри и ревматизме для лечения наружных заболеваний. Лечение березовым соком сезона необходимо ловить момент и оказаться в нужное время близко источнику силы и здоровья. Сохранить целебные свойства состава можно, если заморозить жидкость сразу после сбора. Все способы, включающие термическую обработку, биологически активные вещества выводят из оборота. В консервированном продукте микроэлементы остаются полезные действия от такого продукта, будет лечебное – нет. Часто задают вопрос, можно ли употреблять березовый сок, кормящий маме и при беременности. В живительной жидкости не содержится аллергенов и врачи рекомендуют подзаряжать организм биологическим активатором. Кроме насыщения полезными веществами, напиток мочегонный выводит жидкость из организма, снижает отечность. При беременности напиток необходим при кормлении организм мамы получает защиту питания. Некоторые простые рецепты применения сока – молокрови, пить по 100 грамм сока 3 раза в день, для выведения камней из почек. Пить сок по стакану 3 раза в день, бранхит излечивается питьем сока с медом, напиток выводит токсины и яды. Нам просто необходим березовый сок, пользуя вред его очевидны. Но забота о собственном здоровье может погубить дерево. Правильные приемы сбора березового сока, лучший по вкусу сок будет от березы, стоящей на пригорке. Кара у дерева должна быть белая и с черным, это означает, что дерево взрослое. Такое дерево в день даст до 6 литров сока. Если забирать сок в течение всего периода, дерево ослабнет, не получая питания. Необходимо использовать несколько деревьев, запечатывая срезы после использования. Создание желобка в 2 см глубиной с отбором влаги через трубочку – наиболее щадящий вариант. Наиболее щадящим отбором целебной жидкости станет способ, основанный на срезании ветки. На уровне 2 метра над землей срезается толстая ветка, устраивается емкость для сбора сока. Открытая рана истекает соком, который нужно собирать, а рана затянется в течение двух недель. Лекарство для раны доставит сок. Для промышленного сбора используются лесосеки, отведенные под рубку. В этом случае не страшно предварительно подсушить дерево. В настоящее время мало осталось предприятий по переработке сока. Купить такой продукт – удача! Видео о пользе березового сока. Отправить комментарий и подписка на комментарий. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс.Дзен похожие. Видео береза штамбовая особенности прививки и ухода 26 мая 2018 года. Береза черная, мощная красавица на страже. Берегов 26 мая 2018 года. Уникальные особенности березы пушистые 23 мая 2018 года. Украшение сада – белоствольное. Береза лунгтранк 23 мая 2018 года. Новые статьи «Можно ли есть подмороженную картошку? Опасна ли она и как?» Это влияет на вкус 5 августа 2021 года. Выращиваем канарский плющ и радуемся его красоте 4 августа 2021 года. Индетерминатные сорта томатов. Что это и чем отличаются от других сортов помидор? 4 августа 2021 года. Как ускорить схожесть перца, чтобы успеть к раннему посадочному сезону? 4 августа 2021 года. Какие томаты лучше? Детерминатные. Или индетерминатные. И чем они отличаются? 4 августа 2021 года. Вопрос-ответ. Можно ли есть подмороженную картошку? Опасна ли она и как это влияет на вкус? 5 августа 2021 года. Как ускорить схожесть перца, чтобы успеть к раннему посадочному сезону? 4 августа 2021 года. Какие томаты лучше? Детерминатные или индетерминатные? И чем они отличаются? 4 августа 2021 года. Можно ли свиньи кормить соль, чтобы они хорошо набирали вес? 3 августа 2021 года. Как узнать о сорте по виду растения? Что такое детерминатный помидор? 17 июля 2021 года. Характеристика березового сока. В весенней березовой роще в низинах лежит снег, а стоящие на открытом месте деревья уже начинают плакать. Если зимой некто сделал небрежный затись на дереве, с началом сокогона ранки выделяют капельки прозрачной сладковатой жидкости. Живительная влага несет бесценный коктейль «Питай дерево». Это время, когда собирают березовый сок. Поняли люди, что целебную жидкость можно пить, углубив ранку и собрав стекающую влагу. Березницу добывали, чтобы утолить жажду угостить деток после однообразной зимней еды. За две недели регулярного употребления сока люди ощущали прилив сил. Позже оказалась польза березового сока в мультисоставе и вреда от него нет никому. Однако понятие экологической безопасности касается березового сока. А в первую очередь, может ли быть целебная земля вдоль автомобильных трасс на промышленных площадках или в городе? Корни не выбирают грунт, питаются тем, что есть. В полосе 50 метров от оживленной трассы березовый сок пользу не принесет и вред от наличия свинца обеспечен. Выходит, целебный продукт можно взять только в чистой зоне. Забирая дары природы, мы ослабляем дерево. Рачительный сборщик возьмет понемногу сока от нескольких деревьев, замажет дупло, осушив слезы березки. Несомненная польза березового сока в составе, в пересчете на литр, калорийность 240 килокалорий, углеводы 58 грамм. Жиры 0, белки 1 грамм. Зола 5 миллиграмм. Микро и макроэлементы присутствуют в жидкости в форме, готовой к усвоению. Диетический продукт безотходный, биохимический состав действует как лечебный и профилактический аппарат широкого спектра. Нет абсолютно здоровых людей. Чем полезен березовый сок, так это своей универсальностью. Его можно пить как профилактическое, витаминное, стимулирующее средство. Организм сам найдет применение ценному составу. Как лечиться березовым соком? В народной медицине трехразовый прием вкусного напитка в течение 2-3 недель назначают для очистки организма при заболеваниях. Сердечные кроветворные системы ЖКТ, включая язвенные заболевания, артрите, подагре, ревматизме, для лечения наружных заболеваний. Лечение березовым соком сезона, необходимо ловить момент и оказаться в нужное время близко к источнику силы и здоровья. Сохранить целебные свойства состава можно, если заморозить жидкость сразу после сбора. Все способы, включающие термическую обработку, биологически активные вещества выводят из оборота. В консервированном продукте микроэлементы остаются полезные действия от такого продукта, будет лечебное – нет. Часто задают вопрос, можно ли употреблять березовый сок, кормящий маме и при беременности. В живительной жидкости не содержится аллергенов и врачи рекомендуют подзаряжать организм биологическим активатором. Кроме насыщения полезными веществами, напиток мочегонный выводит жидкость из организма, снижает отечность. При беременности напиток необходим, при кормлении организм мамы получает защиту и питание. Некоторые простые рецепты применения сока – молокрови пить по 100 грамм сока 3 раза в день, для выведения камней из почек пить. Сок по стакану 3 раза в день – бронхит излечивается питьем сока с медом, напиток выводит токсины и яды. Нам просто необходим березовый сок, пользуя вред его очевидны. Но забота о собственном здоровье может погубить дерево. Правильные приемы сбора березового сока. Лучший по вкусу сок будет от березы, стоящей на пригорке. Кара у дерева должна быть белая и с черным, это означает, что дерево взрослое. Такое дерево в день даст до 6 литров сока. Если забирать сок в течение всего периода, дерево ослабнет, не получая питания. Необходимо использовать несколько деревьев, запечатывая срезы после использования. Создание желобка в 2 см глубиной с отбором влаги через трубочку – наиболее щадящий вариант. Наиболее щадящим отбором целебной жидкости станет способ, основанный на срезании ветки. На уровне 2 метра над землей срезается толстая ветка, устраивается емкость для сбора сока. Открытая рана истекает соком, который нужно собирать, а рана затянется в течение двух недель. Лекарство для раны доставит сок. Для промышленного сбора используются лесосеки, отведенные под рубку. В этом случае не страшно предварительно подсушить дерево. В настоящее время мало осталось предприятий по переработке сока. Купить такой продукт – удача!